Сомерсет Моэм. Джейн. Действие первое. Хорошо помню, при каких обстоятельствах я впервые увидел Джейн Фаулер. Незадолго до того я возвратился в Лондон из Китая, и меня позвала на чашку чаю миссис Тауэр. Перед тем на миссис Тауэр напала страсть к перемене декораций. И с чисто женской беспощадностью она пожертвовала креслами, в которых многие годы так удобно располагалась. Столами, шкафчиками, безделушками, на которых отдыхал ее глаз со времен замужества, картинами, и придалась в руки специалиста. В гостиной у нее не осталось ни единой вещицы, которая о чем-то ей напоминала бы или почему-то была дорога ее сердцем. И в тот день она пригласила меня полюбоваться модной роскошью, в какой ныне пребывала. Все, что только можно покрыть морилкой, было мореное. Что морилке не поддается, раскрашено. Все вещи оказались разностильные, но друг с другом прекрасно сочетались. Помните, какой у меня прежде тут был нелепый гарнитур? Спросила миссис Тауэр. Сейчас занавеси были великолепные, но строгие. Диван крыт итальянской парчой, обивка кресла, в котором я сидел, расшита крестом. Гостиная красива, роскошна без крикливости, оригинально без вычурности, и однако мне здесь чего-то не хватало. В слух я ее похвалил, а мысленно спросил себя, отчего мне куда приятнее был довольно потертый ситец того высмеянного хозяйкой гарнитура. Акварели викторианской эпохи, которые столько лет были мне знакомы. И нелепые фигурки дрезденского фарфора, что украшали прежде каминную пол. Чего же мне спрашивается, не достает в этих комнатах преображенных мастерством декораторов, подумал я. Может быть, души? Но миссис Тауэр обвела все вокруг довольным взглядом. Как вам нравятся мои алебастровые лампы? От них такой мягкий свет. Признаться, я люблю освещение, при котором что-то видно. Это так трудно сочетать с освещением, при котором не слишком хорошо видно хозяйку. Я понятия не имел, сколько ей лет. Когда я был совсем молод, она была уже замужем и много старше меня. Но теперь обходилась со мной, как со сверстником. Она всегда повторяла, что не делает секрета из своего возраста, ей сорок, и прибавляла с улыбкой, что все женщины себе пять лет убавляют. Она не пыталась скрыть, что красит волосы, очень приятного каштанового цвета, чуть отливающего медью. Красит потому, поясняла она, что волосы отвратительны, пока сидеют, а когда сделаются совсем белые, она их красить перестанет. Тогда все начнут говорить, какое у меня молодое лицо. Она была красивая женщина, изысканно одевалась, и в приглушенном алебастровыми лампами свете выглядела ни на день не старше тех сорока, которые сама себе давала. Выдержать ничем не прикрытый блеск электрической лампочки в тридцать две свечи я могу только за своим туалетным столиком. Там он нужен, чтобы сперва сказать мне гнусную правду, а потом помочь ее исправить. Мы примило посплетничали об общих знакомых, и миссис Тауэр сообщила мне о новейших скандальных событиях. После скитаний в дальних краях очень приятно было сидеть в удобном кресле перед пылающим камином, у прелестного столика с прелестным чайным сервизом и разговаривать с привлекательной, интересной собеседницей. Она обращалась со мной как с блудным сыном, вернувшимся после многих похождений, и намерена была окружить меня вниманием. Она очень гордилась своими зваными обедами, и гостей, гармонирующих друг с другом, подбирала с не меньшим тщанием, чем превосходное меню. Едва ли не всякий приглашенный на один из таких вечеров радовался ему как празднику. Вот и сейчас она назначила день и спросила, с кем я хотел бы встретиться. Только об одном должна вас предупредить. Если Джейн Фаулер будет еще в Лондоне, мне придется вечер отложить. А кто такая Джейн Фаулер? Джейн Фаулер – мой тяжкий крест. Вот как? Помните, пока я не обставила все заново, у меня в комнате на фортепиано стояла фотография. Женщина в узком платье, с узкими рукавами и золотым медальоном. Волосы зачесаны назад, весь лоб открыт и видны уши. Довольно курносые и на носочки. Так вот, это и есть Джейн Фаулер. В те стародавние времена у вас было в комнате столько фотографий. Как вспомню, о них меня дрожь пробирает. Я их все сложила в большущий пакет и отправила на чердак. Так кто же такая Джейн Фаулер? Моя заловка, сестра моего мужа. Была замужем за фабрикантом на Севере, она уже много лет вдовеет и очень богата. А почему она ваш тяжкий крест? Она почтенная старомодная провинциалка. Выглядит на 20 лет старше меня и готова первому встречному сообщить, что мы вместе учились в школе. В ней необычайно сильны родственные чувства. А из родни у нее в живых осталась одна я, и она безгранично мне предана. Когда она приезжает в Лондон, ей в голову не приходит остановиться где-нибудь еще. Как бы я ни обиделась. И она гостит у меня по три недели по месяцу. Мы сидим тут, а она вяжет или читает. Иногда, не слушая никаких отговорок, везет меня обедать в Кларидж. Вид у нее куром насмех, не дать мне взять старуха-поденщица. И все, кому я меньше всего хотела бы попасться на глаза, оказываются за соседним столиком. А когда мы едем домой, она объясняет, до чего и приятно устроить мне маленький праздник. И она собственноручно шьет для меня стеганные чехлы, которыми я вынуждена накрывать чайник, пока она у меня. И вышивает салфеточки и дорожки для обеденного стола. Мне кажется, вы с вашим тактом могли бы найти какой-то выход из положения. Но поймите, мне не к чему придраться. Она безмерно добра, золотое сердце. Она мне надоедает до смерти, но я изо всех сил стараюсь, чтобы она об этом не догадалась. Когда же она приезжает? Завтра. Едва последнее слово слетело с губ миссис Тауэр, у парадной двери позвонили. Из прихожей донесся приглушенный шумок, и через минуту-другую дворецкий ввел в гостиную немолодую леди. Миссис Фаулер. Джейн? Сегодня я тебя не ждала. Да, дворецкий мне так и сказал. А я точно написала в письме, что буду сегодня. Но это не важно. Я всегда рада тебя видеть. К счастью, сегодня вечер у меня свободный. Ни в коем случае не хлопочись за меня. Если мне дадут на ужин яйцо в мешочек, больше ничего не надо. Красивое лицо миссис Тауэр скривилось в мимолетной гримаске. Яйцо в мешочек. Ну, надеюсь, у нас найдется что-нибудь получше. Я вспомнил, что хозяйка и гостья сверстницы, и внутренне усмехнулся. Миссис Фаулер выглядела на все пятьдесят пять. Она оказалась довольно крупной особой. На ней была черная соломенная шляпа. С широких полей сзади на плечи спадала черная кружевная вуаль. Плащ – причудливое сочетание строгости и олеповатости. Длинное черное платье, такое необъятное, словно под ним надето несколько нижних юбок, и прочные башмаки. Она явно страдала близорукостью, ибо смотрела на мир через большие очки в золотой оправе. Не выпьешь ли чаю? Если это не доставит слишком много хлопот. Сейчас я сниму свою накидку. Она принялась стягивать черные перчатки, потом сняла плащ. Ее шею обвивала массивная золотая цепочка с большим золотым медальоном, в котором, не сомневаюсь, заключена была фотография покойного супруга. Потом она сняла шляпу и вместе с перчатками и плащом аккуратно положила в угол дивана. Миссис Тауэр поджала губы. Что и говорить. Наряд миссис Фаулер не слишком подходил к строгой, но величавой красоте этой заново отделанной гостиной. Любопытно, подумал я. Где она добывает такие необыкновенные одеяния? Платье не старое, материя дорогая. Странно подумать, что портнихи еще шьют по фасонам, каких никто не носит уже четверть века. Сидеющие волосы миссис Фаулер разделены посередине пробором, прическа самая простая, оставляющая лоб и уши открытыми. Волосам этим явно неведомы щипцы какого-нибудь мсье Марселя. Взор гостья упал на чайный столик, на серебряный чайник в георгианском стиле и чашки старинного вустерского фарфора. А что ты сделала с чехольчиком, который я тебе сшила в прошлый приезд, Мэрион? Ты им не пользуешься? Как же я пользовалась им каждый день, Джейн? К сожалению, недавно с ним случилась беда. Он сгорел. Но предыдущий, который я тебе сшила, тоже сгорел. Ага. Боюсь, ты нас считаешь ужасно неосторожными. А, пустяки. Я с удовольствием сделаю для тебя еще один. Завтра же пойду в магазин Либерти и куплю шелку. Миссис Тауэр мужественно снесла удар. Право, я этого не заслуживаю. А жене вашего приходского священника такой чехол не нужен? Для нее я только недавно сшила. Она улыбнулась. Блеснули мелкие, ровные, очень белые зубы. Прекрасные зубы. Улыбка у нее оказалась примилая. Однако я решил, что пора мне оставить их вдвоем и откланялся. На другой день рано поутру мне позвонила миссис Тауэр и по голосу я сразу понял, что она в отличном настроении. Хочу вам сообщить потрясающую новость. Джейн выходит замуж. Что за вздор? Сегодня она мне представит своего жениха. Он у меня обедает. И вы тоже непременно приходите. Но я помешаю. Нисколько. Джейн сама предложила вас пригласить. Приходите обязательно. Кто он такой? Не знаю. Джейн говорит, он архитектор. Можете вы себе представить, какого человека выберет в мужья Джейн? Вечер у меня был свободен, а что обед у миссис Тауэр будет отменный, я не сомневался. Когда я пришел, миссис Тауэр, блистательная, в легком свободном платье, которая, правда, естественней выглядела бы на женщине чуть помоложе, была одна. Джейн кончает прихорашиваться. Дождаться не могу, когда вы на нее полюбуетесь. Она трепещет от радости. Говорит, что жених ее обожает. Его зовут Гилберт. И когда она о нем заговаривает, у нее голос так потешно дрожит. Я еле удерживаюсь от смеха. Любопытно, на что он похож. О, я очень ясно себе представляю. Огромный, громоздкий, лысый и поперек большущего живота большущая золотая цепь. Круглая, красная, бритая физиономия и оглушительный бас. Вошла миссис Фаулер. На ней было очень строгое платье черного шелка с широчайшей юбкой и треном. Скромный треугольный вырез рукава до локтей. Бриллиантовое жерелье в серебряной оправе. В руках она держала длинные черные перчатки и черный веер из страусовых перьев. Она умудрялась, это дается далеко не всем, выглядеть в точности тем, что она есть на самом деле. Безошибочно понимаешь, перед тобой добропорядочная ископаемая из семейства наших богатых северных промышленников. Шея у тебя очень не дурна, Джейн. С улыбкой великодушно похвалила миссис Тауэр. И правда, при таком немолодом лице шея удивительная. Просто девичья, гладкая, без морщинки, очень белая. И еще я заметил на редкость красивую посадку головы. Сказала вам Мэрион, какая у меня новость? Поздравляю вас. Подождите поздравлять. Поглядите сперва на моего молодого человека. Как мило, что ты называешь жениха своим молодым человеком. Не думай, что увидишь дряхлого старца. Не хочешь же ты, чтобы я вышла замуж за развалину, которая уже стоит одной ногой в гробу. Только этими словами она и предупредила нас. Да и не осталось времени на разговоры. Дворецкий распахнул дверь и громко объявил. Мистер Гилберт Нейпер. Вошел молодой человек в отлично сшитом смокинге. Худощавый, невысокий, со светлыми, чуть вьющимися от природы волосами, синий глазый, без бороды и усов. Не то, чтобы очень хорош собой, но лицо славное, приветливое. Возможно, лет через десять оно покроется морщинами и поблекнет, но сейчас перед нами был юнец, свеженький, чистенький, цветущий. Уж, конечно, не старше двадцати четырех лет. Сперва я подумал, наверное, это сын нареченного Джейн, а я и не знал, что жених вдовец, явился сказать, что из-за внезапного приступа подагры папаша не может прибыть к обеду. Но его глаза тотчас обратились к Джейн, лицо просияло, и он направился к ней, протянув руки. Застенчивой улыбкой она подала ему обе руки и обернулась к невестке. Это мой молодой человек, Мэрион. Он протянул руку. Надеюсь, вам понравится, мисс Тауэр, сказал он. Джейн сказала мне, что у нас в целом свете нет родных, кроме вас. Стоило в эту минуту посмотреть на миссис Тауэр, я невольно восхищался, наблюдая, как мужественно воспитанность и светские привычки одерживают победу над истинно женской натурой. Лишь на миг не сумела она скрыть изумление, потом отчаяние и, тотчас же совладав с собой, изобразила на лице любезность и радушие. Но явно не находила слов. Естественно, Гилберт несколько смутился, я тоже не знал, что сказать, только изо всех сил старался удержаться от смеха. Однако миссис Фаулер сохраняла полнейшее спокойствие. Конечно, он тебе понравится, Мэрион. Он обожает вкусно поесть. И обернулась к молодому человеку. Обеды, Мэрион, славятся на весь Лондон. Я знаю. Лучезарно улыбнулся он. Миссис Тауэр поспешила ответить что-то подобающее случаю, и мы спустились в столовую. Эта трапеза запечатлелась в моей памяти как изысканнейшая комедия. Миссис Тауэр явно не могла понять, то ли парочка просто ее разыгрывает, то ли Джейн нарочно скрывала возраст своего жениха, чтобы поставить ее, Мэрион, в дурацкое положение. Но ведь Джейн никогда не шутила, а на недобрую выходку просто не способна. Миссис Тауэр изумлялась, досадовала, недоумевала и все же овладела собой. Ни за что не позволит она себе забыть, что она хозяйка и должна принять гостей, как положено. Она оживленно поддерживала беседу, а я спрашивал себя, замечает ли Гилберт Нейпер каким жестким, враждебным взглядом наперекор маске дружелюбия она на него смотрит. Она его оценивала, пыталась проникнуть в тайники его души. Я видел, все в ней кипит, искусно подкрашенные щеки ее пылали от гнева. «У тебя прекрасный румянец, Мэрион!» заметила Джейн ласково. «Я очень спешила, переодеваясь к обеду. Боюсь, я излишне подкрасилась». «Разве это краска? Я думала, у тебя естественный цвет лица, иначе я ничего не сказала бы». Она мимолетно робко улыбнулась Гилберту. «Знаешь, мы с Мэрион вместе учились в школе. Теперь, глядя на нас, этого не скажешь, правда? Ну, конечно, я всегда жила очень тихо и спокойно». Уж не знаю, что она хотела этим сказать. Трудно поверить, чтобы это говорилось по простоте душевной. Так или иначе, ее слова до того взбесили миссис Тауэр, что она махнула рукой на самолюбие и объявила с улыбкой. «Да, Джейн, нам с тобой уже стукнуло по пятьдесят». Если она хотела таким разоблачением смутить вдову брата, то просчиталась. Джейн сказала добродушно. «Гилберт, говорит, ради него я не должна признаваться, что мне больше сорока девяти». У миссис Тауэр слегка дрожали руки, но она и тут нашлась. «Да, конечно, между вами некоторая разница в возрасте». «Двадцать семь лет. По-твоему, это слишком много? Гилберт, говорит, для своих лет я очень молода. Я ведь сказала тебе, что не собираюсь выходить за какого-нибудь дряхлого старца». Тут уж я не мог удержаться от смеха, засмеялся и Гилберт. Смеялся он от души, как мальчишка. Похоже, его веселило каждое слово Джейн. Но миссис Тауэр, видимо, уже еле сдерживалась, и я с опаской подумал, если не разрядить атмосферу, как бы она впервые в жизни не забыла, что она женщина светская, и постарался прийти на помощь. Наверное, у вас сейчас много хлопот с покупкой приданого? «Нет. Я хотела все заказать своей портнихе в Ливерпуле. Я всегда у нее одевалась с тех пор, как первый раз вышла замуж. Но Гилберт мне не позволил. У него очень властный характер, а вкус просто изумительный». И она посмотрела на него застенчиво, с нежной улыбкой, прямо как семнадцатилетняя девочка. Миссис Тауэр совсем побелела под своими румянами. «На медовый месяц мы поедем в Италию. У Гилберта еще не было возможности изучить зодчество возрождения, и, конечно, архитектору очень важно все посмотреть своими глазами. А по пути мы остановимся в Париже, и там купим для меня все, что нужно». «И надолго вы едете?» «Гилберт условился на службе, что пробудет в отъезде полгода. Для него это будет настоящий праздник. Правда? Понимаете, раньше он ни разу не брал отпуск больше, чем на две недели». «Почему же?» «Он просто не мог себе этого позволить. Бедненький». «А-а-а-а-а». Только и вымолвила миссис Тауэр, но самая длинная речь не была бы выразительней. Подали кофе, и дамы удалились наверх. Мы с Гилбертом заговорили было о том, о сём, как бывает, когда людям совершенно нечего сказать друг другу, но через две минуты дворецкий подал мне записку. Записка была от миссис Тауэр и гласила. «Сейчас же поднимитесь к нам, и потом как можно скорее уходите и уведите его. Я должна немедленно всё выяснить с Джейн. Не то меня хватит удар». Я солгал простейшим способом. У миссис Тауэр разболелась голова, ей надо лечь в постель. «Если вы не против, пожалуй, нам с вами лучше уйти». «Да, конечно». Мы поднялись к дамам, а через пять минут были уже на улице. Я окликнул такси и предложил молодому человеку подвезти его. «Нет, спасибо. Мне только дойти до угла, а там я вскочу на автобус». Едва услыхав, как за нами затворилась парадная дверь, миссис Тауэр бросилась в бой. «Ты с ума сошла, Джейн?» «Надеюсь, не больше многих других, кто обычно в сумасшедшем доме не живёт». «Смею ли спросить, почему ты собралась выйти за этого молодого человека?» «Отчасти потому, что он никак не хотел примириться с отказом. Он пять раз делал мне предложение. Я просто устала повторять ему «нет». «А как ты полагаешь, почему он так жаждет на тебя жениться?» «Ему со мной весело». «Он бессовестный гигодяй». Я чуть не сказала ему это прямо в глаза. «Ты была бы не права, и это было бы не очень вежливо. Он нищий, а ты богата. Неужели ты так несосветно глупа и не понимаешь, что он женится на твоих деньгах?» Безмятежное спокойствие не изменяло Джейн. Невозмутимо смотрела она на взбудораженную невестку. «По-моему, ты ошибаешься. По-моему, он ко мне очень привязан. Ты старуха, Джейн». «Мы с тобой ровесницы, Мэрион». «Я всегда следила за собой. Для своих лет я очень молода. Мне никто не даст больше сорока. Но даже мне и в голову не пришло бы выйти за мальчишку на двадцать лет моложе меня». На двадцать семь. «Уж не хочешь ли ты меня уверить, что сумела себе внушить? Будто молодой человек способен питать какие-то чувства к женщине, которые годятся ему в матери». «Я долгие годы жила в глуши. Наверное, я не очень хорошо разбираюсь в человеческой природе. Говорят, есть такой Фрейд, кажется, австриец». «Не смеши людей, Джейн. Это недостойно. Это некрасиво. Я всегда полагала, что ты женщина разумная. Право же. Кого-кого тебя не считала способной влюбиться в мальчишку? Я в него не влюблена. Я так ему и сказала. Конечно, он мне очень нравится, иначе я не подумала бы за него выйти. Но я прямо сказала ему, какое именно у меня к нему чувство. Иначе было бы нечестно». Миссис Тауэр так и ахнула. Кровь бросилась ей в голову, дыхание перехватило. Веера под рукой не было, она схватила вечернюю газету и начала энергично обмахиваться ею. «Если ты в него не влюблена, чего ради? Ты хочешь стать его женой?» «Я очень долго вдовела и жила очень тихо и спокойно. И подумала, что приятно будет переменить образ жизни». «Если тебе захотелось замуж просто ради замужества, почему бы тебе не выйти за человека твоих лет?» «Ни один человек моих лет не делал мне предложение пять раз. По правде сказать, ни один человек моих лет вообще не делал мне предложение». И тут миссис Тауэр окончательно вышла из себя. «Не смейся, Джейн, я этого не потерплю!» «Ты, видно, совсем потеряла рассудок. Это ужасно». Она больше не в силах была сдерживаться и разрыдалась. Она знала, в ее возрасте слезы пагубны, потом целые сутки глаза будут опухшие и вид чудовищный, но совладать с собой не могла. Она рыдала. А Джейн оставалась безмятежно спокойна. Она смотрела через огромные очки на Мэрион и задумчиво разглаживала на коленях черное шелковое платье. «Ты будешь ужасно несчастлива». «Да нет, не думаю. Мы очень основательно все это обсудили. Я всегда считала, что со мной очень легко ужиться. Думаю, со мной Гилберт будет счастлив и ему будет очень хорошо. До сих пор некому было о нем, как следует позаботиться. Мы не сразу решили пожениться. Мы очень здраво все обдумали и условились. Если одному из нас захочется вернуть себе свободу, другой никак не станет ему мешать». Меж тем, миссис Тауэр достаточно оправилась и теперь спросила Колка. «Какое содержание он у тебя выпросил по брачному контракту?» «Я хотела определить ему тысячу фунтов в год, но он и слушать не стал. Совсем расстроился, когда я это предложила. Он говорит, что достаточно зарабатывает и может сам себя содержать». «Он хитрее, чем я думала». Джейн чуть помолчала. В ее взгляде была не только доброта, но и твердость. «Понимаешь, дорогая, ты на все смотришь по-другому. Ты ведь была не слишком безутешной вдовой, правда?» Миссис Тауэр встретилась с ней взглядом. Слегка покраснела. Ей стало даже капельку неловко. Но нет, конечно, Джейн простая душа и не способна на язвительные намеки. Миссис Тауэр призвала на помощь все свое достоинство. «Я так расстроена. Мне сейчас необходимо лечь. Мы еще обо всем поговорим завтра утром». «Боюсь, это будет не очень удобно, дорогая. Завтра утром мы с Гилбертом получаем разрешение на брак». Миссис Тауэр в отчаянии воздела руки к небесам, но так и не нашлась, что сказать. Брак зарегистрировали в муниципалитете. Свидетелями были миссис Тауэр и я. Гилберт в элегантном синим костюме выглядел до смешного юным и явно чувствовал себя неловко. Такие минуты для всякого мужчины испытания. Но Джейн сохраняла великолепную невозмутимость. Можно было подумать, будто она привыкла выходить замуж не реже, чем самая, что ни на есть светская особа. Лишь слабый румянец выдавал некоторые волнения, скрытые под внешним спокойствием. Такие минуты для всякой женщины исполнены трепета. На ней было широчайшее платье серебристого бархата. В покрое я сразу признал руку ливерпульской портнихи, несомненно, вдовы самых строгих правил, которая обшивала ее многие годы. Однако Джейн настолько уступила легкомыслию обстоятельств, что надела широкополую шляпу, изукрашенную голубыми страусовыми перьями. При очках в золотой оправе выглядело это на редкость несуразно. Когда церемония совершилась, регистратор, кажется, несколько задаченной разницей в возрасте новобрачных, пожал Джейн руку и со всей официальностью поздравил, а молодой супруг, немного краснее, ее поцеловал. Потом ее поцеловала покорившаяся, но безжалостно суровая миссис Тауэр, а потом новобрачная выжидательно посмотрела на меня. А очевидно, мне тоже надлежало ее поцеловать. Что я и сделал. Мы покатили к вокзалу Виктория, так как счастливая парочка двухчасовым поездом отбывала в Париж и по настоянию Джейн свадебный завтрак предстоял в вокзальном ресторане. Я всегда считала, что перед дорогой следует сытно поесть. Мы проводили новобрачных и отвез миссис Тауэр к ней домой. Как по-вашему, сколько это продлится? Полгода? Я улыбнулся. Будем надеяться на лучшее. Не говорите глупостей. Какое тут может быть лучшее? Неужели вы думаете, что он женился на ней не ради денег? Разумеется, этот брак ненадолго. Я только и надеюсь, что ей придется выстрелить меньше, чем она заслуживает. Я рассмеялся. Тон, каким высказана была эта великодушная надежда, не оставлял сомнений в подлинных чувствах миссис Тауэр. Что ж, если конец настанет быстро, вас утешит возможность сказать «я же тебя предупреждала»? Даю вам слово, никогда я этого не скажу. Тогда вам приятно будет поздравить себя с тем, что у вас хватило выдержки не сказать «я же тебя предупреждала». Она старая, старомодная и скучная. А вы уверены, что она скучная? Правда, говорит она мало, но что не скажет, все попадает в точку. За всю свою жизнь я не слышала, чтобы она хоть раз пошутила. Действие второе Когда Гилберт и Джейн возвратились из свадебного путешествия, я опять был на Дальнем Востоке и в этот раз провел вдали от Англии почти два года. Миссис Тауэр не любительница писать письма, и хоть я изредка посылал ей красочную открытку, но ответа не получал. Однако, возвратясь в Лондон, я встретился с ней в первую же неделю, мы оказались рядом за столом на званом обеде. Прием был многолюдный, наверное, добрых две дюжины гостей. А я немного запоздал и, попав в такую толпу, не вдруг разобрал, кто здесь есть. Но когда сели за длинный стол, я огляделся и среди сотрапезников увидел много лиц, широко известных по газетным фотографиям. Хозяйка дома питала слабость к так называемым знаменитостям, и тут собралось на редкость блестящее общество. Миссис Тауэр и я обменялись несколькими фразами, обычными, когда люди не виделись около двух лет, а потом я спросил, как дела у Джейн. Очень хорошо. Чем обернулся этот брак? Миссис Тауэр взяла с тарелки соленую миндалинку, чуть помедлила с ответом. По-видимому, он очень удачный. Значит, вы тогда ошибались? Я сказала, что этот брак ненадолго, и сейчас повторяю ненадолго. Он противоречит человеческой природе. Она счастлива? Они оба счастливы. Я полагаю, вы не часто с ними видитесь? Сначала виделась очень часто, но теперь Джейн становится весьма важной персоной. То есть? Наверное, мне сразу следовало вам сказать, она здесь. Здесь я был ошеломлен. Заново обвел глазами стол. Хозяйка дома очень мила и радушна, но я и помыслить не мог, чтобы она пригласила к такому парадному обеду немолодую, старомодную жену безвестного архитектора. От миссис Тауэр не ускользнуло мое замешательство, и она была достаточно умна, чтобы прочитать мои мысли. Она натянута улыбнулась. Посмотрите, кто сидит слева от хозяина. Я посмотрел. Странно. Женщина эта решительная, ни на кого не похожая, бросилась мне в глаза, едва я переступил порог переполненной гостиной. И в ее взгляде мелькнуло что-то, словно она меня узнала, а меж тем, по-моему, я видел ее впервые. Явно не молода, в темных волосах густая просить, они коротко пострижены, подвиты, и крутые кудри, точно шлем, подчеркивают красивую форму головы. Эта женщина и не притворяется, молодой. На лице, ни в пример прочим дамам, ни следа краски, пудры, губной помады. Румяное, загорелое, оно не так уж и красиво, но приятна именно его естественность, свободная от ухищрения косметики. И при таком лице поразительной белизны плечи. Плечи просто великолепны. Такими могла бы гордиться и 30-летняя женщина. Но одета она потрясающе. Не часто мне случалось видеть столь смелый наряд. Платье очень открытое и по тогдашней моде короткое, черное с желтым. Чуть ли не маскарадный костюм, и однако очень ей к лицу. На любой другой женщине оно было бы невозможно, а на ней выглядит просто, будто от природы данная оболочка. И дополняет впечатление ничуть не напускной оригинальности и совсем не нарочитой чудаковатости монокль на широкой черной ленте. Не станете же вы меня уверять, что это и есть ваша заловка. Это Джейн Нейпер. В эту минуту Джейн заговорила. Хозяин дома повернулся к ней, заранее улыбаясь. Ее сосед слева, седой, лысоватый, с умным, тонким лицом, подался вперед и обратился вслух. Двое напротив перестали беседовать друг с другом и тоже внимательно слушали. Джейн договорила, и все слушатели разом откинулись на стульях и разразились хохотом. Человек, сидевший напротив миссис Тауэр, обратился к ней через стол. Я его узнал, это был известный государственный муж. Ваша заловка отпустила новую шуточку. Миссис Тауэр. Она неподражаема, правда? Сейчас я выпью шампанского и ради всего святого объясните мне, что произошло. Итак, вот что я понял из рассказа миссис Тауэр. В начале медового месяца Гилберт водил Джейн по разным парижским портным и предоставил ей выбирать одеяние по своему вкусу, но уговорил ее обзавестись еще и двумя-тремя нарядами, фасон которых изобрел сам. Оказалось, у него на это особый дар, и он нашел для Джейн искусную камеристку-француженку. В обиходе Джейн никогда не бывало ничего подобного. Чинила она свою одежду сама, а если надо было принарядиться, призывала на помощь горничную. Платья, фасон которых изобрел для нее Гилберт, ничуть не походили на все, что Джейн носила прежде, но он был осторожен. Действовал шаг за шагом, не спеша, и чтобы доставить ему удовольствие. Она, хоть и не без опаски, стала чаще одеваться по его вкусу. Разумеется, придуманное им платье невозможно было надеть на привычные ей необъятные нижние юбки, и поборов сомнений и страхи, она от этой части туалета отказалась. И теперь, не угодно ли, она только и надевает тоненькое шелковое трико. Чудо, что она в свои годы еще не простудилась насмерть. Гилберт и камеристка-француженка учили Джейн носить новые наряды, и против ожиданий она оказалась очень способной ученицей. Француженка пылко восхищалась руками и плечами мадам. Просто стыд и срам прятать такую красоту. Подождите немножко, Альфонсина, сказал Гилберт. В следующий раз я придумаю для платьев мадам такой покрой, чтобы не скрывать ее достоинств. Конечно, все портили ужасные очки. Невозможно хорошо выглядеть, когда на тебе очки в золотой оправе. Гилберт попробовал роговые, покачал головой. Это подошло бы молодой девушке, сказал он. Тебе очки не повозишь тут, Жень. И вдруг его осенило. А, придумал, ты должна носить моноколь. Что ты, Гилберт, я не могу. Она посмотрела на мужа и его волнение, волнение истинного художника вызвало у нее улыбку. Он так с ней мил, надо постараться доставить ему удовольствие. Я попробую, сказала она. Пошли к оптику, подобрали моноколь нужного размера. Едва Джейн бойко его примерила, Гилберт захлопал в ладоши и тут же к изумлению продавца расцеловал ее в обе щеки. Ты выглядишь чудесно. И так они отправились в Италию и провели несколько счастливых месяцев, изучая зодчество возрождения и барокко. Джейн не только привыкла к своему новому облику, но убедилась, что он ей нравится. Поначалу она немного рабела, когда люди оборачивались и смотрели во все глаза, едва она входила в ресторан какого-нибудь отеля, ведь прежде никто и не думал на нее смотреть, однако вскоре оказалось, что это даже приятно. Светские дамы подходили и спрашивали, откуда у нее такое платье. Вам нравится? Скромно говорила она. Этот фасон для меня придумал мой муж. Если вы не возражаете, я хотела бы его скопировать. Ответ был у нее наготове. Прошу извинить, но мой муж очень требователен. Он и слышать не хочет, чтобы кто-то одевался так же, как я. Он хочет, чтобы я была совсем особенной. Она думала, что услыхав такие слова, над ней станут смеяться, но никто не смеялся. Да, конечно, это очень понятно. Вы и правда совсем особенная. Но Джейн видела, они стараются запомнить, как она одета, и почему-то ее это злило. Впервые в жизни она одевается не как в сеток, с какой стати, другие непременно хотят одеваться, как она. Гилберт, сказала она с необычной для нее резкостью, в другой раз, когда будешь придумывать для меня фасон, придумай так, чтобы никто не мог его перенять. Для этого есть только один способ придумать такие платья, какие можешь носить ты одна. А ты можешь такое придумать? Да, если ты согласишься, кое-что для меня сделать. Что же? Постричься. Думаю, тут Джейн впервые заортачилась. Она с юности очень гордилась своими густыми длинными волосами, а стричься шаг непоправимый. Поистине это значит сжечь свои корабли. Для нее это была не первая нелегкая жертва напротив последняя, но она решилась. Я знаю, Мэрион сочтет меня круглой дурой, и мне уже никогда больше нельзя будет показаться в Ливерпуле, сказала она. И когда возвращаясь в Англию, они остановились в Париже, Гилберт повел Джейн, а ей чуть не стало дурно, так неистово колотилось сердце, к лучшему в мире парикмахеру. Из салона этого искусника она вышла с элегантной, вызывающей дерзкой головкой в крутых сидеющих кудрях. Пигмалион довершил свое чудесное творение. Галатея ожила. Да, но это еще не объясняет, почему Джейн сегодня оказалась среди герцогинь, министров и прочих знаменитостей, и почему за столом она восседает между хозяином дома и адмиралом. Джейн славится юмором. Разве вы не видите, как все смеются, что бы она не сказала? Теперь уже не оставалось сомнений, сердце Миссис Тауэр полно горечи. Когда Джейн написала мне, что они вернулись из свадебного путешествия, я сочла своим долгом пригласить их к обеду. Подумала, не слишком это приятно, но так надо. Я знала, сколько будет смертная, и не хотела загубить вечер кому-то, кем по-настоящему дорожу. С другой стороны, мне не хотелось, чтобы Джейн вообразила, будто я незнакома с приятными людьми. Вы ведь может быть, лучше позвать двенадцать? Тогда я была очень занятая, и с Джейн до назначенного вечера не виделась. Она немножко опоздала. Это была уловка Гилберта. И заявилась последней. Я чуть не упала. До того была ошеломлена. Перед нею все женщины показались старомодными провинциалками. Я себя почувствовала какой-то размалеванной хаудой. Хотела бы я описать вам ее платье. На любой другой женщине оно бы выглядело немыслимо. На ней это было совершенство. А монокль? Мы с ней знакомы тридцать пять лет, и я ни разу ее не видела без очков. Но вы ведь знали, что она хорошо сложена. Откуда мне было знать? Я всегда видела ее одетой так, как вы ее увидели в первый раз. Неужели вы тогда нашли, что она хорошо сложена? Похоже, она понимала, что изумила всех своим видом, но принимала это как должное. Я подумала о своих гостях и вздохнула с облегчением. Хотя Джейн и нудная, при такой наружности это уже не столь важно. Она сидела в другом конце стола, там много смеялись, и я рада была, что остальные делают хорошую мину при плохой игре. Но потом я даже растерялась. После обеда по меньшей мере три человека сказали мне, что моя заловка неподражаема. И как я полагаю, позволит ли она им ее навестить? Я не верила своим ушам. На другой же день наша сегодняшняя хозяйка позвонила мне и сказала. Ей говорили, что моя заловка сейчас в Лондоне, и что она неподражаема, и нельзя ли прийти ко мне завтракать и познакомиться с ней. А у этой женщины безошибочное чутье. Через месяц кругом только и разговору было, что о Джейн. Я здесь сегодня не потому, что двадцать лет знакома с хозяйкой дома и сто раз приглашала ее к себе, но потому, что я в родстве с Джейн. Бедная миссис Тауэр, она была жестоко уязвлена и невольно забавлялась тем, как круто переменились роли. Я все же решил, что она достойна сочувствия. Люди не могут устоять перед теми, кто их смешит, сказал я, пытаясь ее утешить. Но меня она ни разу не насмешила. Неужели вы единственная не находите ее потешной? А вас она и тогда поразила своим юмором? Признаться нет. Она в точности также разговаривает уже тридцать пять лет. Я смеюсь, когда вижу, что смеются другие, чтобы не показаться круглой дурой. Но меня спросил я, оглядывая сидящих за столом. Гилберта приглашали, потому что она никуда не хочет ездить без него. Но сегодня он на приеме в институте архитектуры или как там называется это заведение. Я жажду возобновить с ней знакомство. После обеда подойдите и заговорите с ней. Она пригласит вас на свои вторники. Ее вторники? Она принимает вечером по вторникам. У нее можно встретить любую знаменитость. Ее приемы лучшие в Лондоне. За один год она достигла большего, чем я за 20 лет. Но ведь это просто чудеса. Как ей это удалось? Буду рада, если вы мне это объясните. После обеда я направился было к дивану, где сидела Джейн, но не пробился к ней, и лишь немного позже хозяйка дома подошла ко мне со словами. Я должна вас познакомить со звездой сегодняшнего вечера. Вы не знакомы с Джейн Нейпер? Она неподражаема. Она куда забавнее всех ваших комедий. Меня подвели к дивану. Адмирал, недавний сосед Джейн по столу и сейчас был с нею рядом. Он явно не собирался сдвинуться с места, и Джейн, обменявшись со мной рукопожатием, представила меня ему. Вы знакомы с сэром оригинальным Фробишером. Завязалась беседа. Джейн была все та же, какую я знал прежде, простая душа, искренняя, бесхитростная, но при таком фантастическом облике любое ее слово приобретало особую пикантность. Вдруг я поймал себя на том, что неудержимо хохочу. Джейн что-то сказала, разумно и кстати, но ничуть не пытаясь острить, и однако ее через монокль были поистине неотразимы. Мне стало легко и весело. На прощание она сказала, если у вас нет занятия поинтереснее, приходите к нам вечером во вторник. Гилберт будет вам очень рад. Когда он пробудет в Лондоне месяц, он поймет, что ничего интереснее нет и быть не может. Заметил адмирал. И так во вторник, но довольно поздно я отправился к Джейн. Общество, которое я там застал признаться, меня нечасто собираются вместе столько видных писателей, художников и политических деятелей, артистов, знатных дам и выдающихся красавиц. Миссис Тауэр сказала правду, прием был великолепный. Никаких особых развлечений не предлагалось, стол был хорош, но не роскошен. А Джейн, как всегда, веяло спокойным довольством. По-моему, она не слишком старалась занимать гостей, но все явно чувствовали себя прекрасно. Вечер прошел приятно и весело, разъехались только в два часа ночи. После этого я постоянно виделся с Джейн. Я не только часто бывал у нее в доме, но встречал ее повсюду. Редкий прием теперь обходился без Джейн Нейбер. Сам я любитель юмора и все пытался понять, в чем секрет ее своеобразного дарования. Повторить, что она говорила, невозможно, ведь шутки, подобные некоторым винам, не переносят путешествия. Она нисколько не язвила, не блистала находчивостью, в ее замечаниях не было яда, в метких ответах колкости. Кое-кто думает, что суть остроумия не в краткости, а в двусмысленности. Но Джейн ни разу не произнесла ничего такого, что вогнала бы в краску викторианскую добродетель. По-моему, юмор Джейн был бессознательным и уж во всяком случае непосредственным. Он порхал мотыльком с цветка на цветок, повинуясь лишь своей прихоти, не ведая ни метода, ни расчета. Многое зависело от того, как она говорит и как выглядит. Тонкость юмора подчеркивалась вызывающе причудливым обликом, творением Гилберта, но облик это еще далеко не все. Разумеется, сейчас Джейн вошла в моду и люди начинали смеяться, стоило ей открыть рот. Никого уже не удивляло, что Гилберт женился на женщине много старше его. Все видели, у Джейн возраст не имеет значения. Все считали, что этому малому чертовски повезло. Тот самый адмирал процитировал мне строки Шекспира, ее разнообразию нет лица, пред ней бессильный возраст и привычка. Гилберт был в восторге от ее успеха. Я узнал его поближе, и он мне нравился. Никакой он был ни негодяй и ни охотник за богатым преданным, он не только безмерно гордился своей Джейн, но всей душой был ей предан, относился к ней строгательной добротой. Оказалось, это очень милый и совершенно бескорыстный молодой человек. Ну, что вы теперь скажете о Джейн? Однажды спросил он меня победоносно, ну, прямо как мальчишка. Право, не знаю, кто из вас большее чудо, вы или она. Да нет, при чем тут я? Чепуха. Неужели, по-вашему, я так глуп и не понимаю, что вы и только вы сделали Джейн такой, какая она есть? Я увидел в ней то, что не бросалось всем и каждому в глаза. Вот и вся моя заслуга. Я могу понять, что вы подметили, как показать необычность ее внешнего облика, но растолкуйте мне, как вы умудрились сделать ее остроумной? А я всегда считал, что ее шуточки просто уморительны. Она всегда была остроумной. Кроме вас, никто ничего подобного не думал. Миссис Тауэр не без великодушия признала, что в Гилберте она ошиблась. Она даже стала очень нежно к нему относиться, но наперекор видимому благополучию по-прежнему стояла на своем. Брак этот недолговечен. Я не мог не посмеяться над нею. В жизни не видал более преданных супругов. Гилберту сейчас 27. Самое время появиться на сцене какой-нибудь хорошенькой девушки. Заметили вы на последнем приеме у Джейн хорошенькую племянницу сэра Реджинальда? По-моему, Джейн очень внимательно к ним обоим присматривалась, и это навело меня на размышления. А я думаю, Джейн не страшны никакие молодые соперницы. Поживем, увидим. Вы считали, что этого брака хватит на полгода? Что ж, теперь я думаю, его хватит на три года. Такова уж человеческая природа. Если кто-то слишком уверен в своей правоте, естественно, хочешь, чтобы он ошибся. Поистине, миссис Тауэр была самоуверенна сверх меры. Но мне не дано было над ней восторжествовать, ибо в конце концов то, что она столь убежденно предсказывала этому неравному браку, свершилось. Но судьба зачастую преподносит нам желанные дары совсем не так, как мы того желали. И хотя миссис Тауэр могла тешить себя мыслью, что оказалась права, она, полагаю, предпочла бы ошибиться, ибо все произошло совсем не так, как она ждала. Однажды она позвонила мне, настойчиво попросила прийти, и, по счастью, я отправился к ней немедля. Едва я вошел, миссис Тауэр встала и двинулась меня навстречу с бесшумной стремительностью леопарда, завидевшего добычу. Она явно была взволнована. Джейн с Гилбертом разошлись. Вот как? Что ж, в конце концов вы оказались правы. Бедняжка Джейн. Бедняжка Джейн? Не сразу она сумела объяснить мне, что же произошло. Она кинулась к телефону и вызвала меня, едва затворилась дверь за Гилбертом. Когда он пришел к ней, по его отчаянному, смертельно бледному лицу, она мгновенно поняла, случилось что-то ужасное, и уже знала, что услышит, прежде чем он вымолвил. Мэрион, Джейн меня оставила. Она слегка улыбнулась и взяла его за руку. Я знала, что вы будете вести себя как рыцарь. Для Джейн было бы ужасно, если бы люди думали, что это вы ее оставили. Я пришел к вам, потому что знал, вы мне посочувствуете. Ой, я вас ничуть не осуждаю, Гилберт. Это неминуемо должно было случиться. Он вздохнул. Да, наверное. Не мог я надеяться навсегда ее удержать. Она такая замечательная, а я самый заурядный малый. Миссис Тауэр похлопала его по руке. Без сомнения, он держится очень благородно. Что же теперь будет? Да вот, она хочет со мной развестись. Джейн всегда говорила, что не станет вам мешать, если вы захотите жениться на молоденькой. Неужели по-вашему я когда-нибудь захочу на ком-то жениться после Джейн? Возразил Гилберт. Это ее озадачило. Но ведь вы, конечно, хотите сказать, что это вы оставили Джейн? Я никогда в жизни я бы ее не оставил. Так почему же она с вами разводится? Как только определение суда о разводе вступит в силу, она выйдет за сэра Реджинальда Фробишера. Миссис Тауэр даже взвизгнула от неожиданности, а потом почувствовала такую слабость, что пришлось прибегнуть к нюхательной соли. Так-то она благодарна за все, что вы для нее сделали? Ничего я для нее не сделал. Вы хотите сказать, что позволите ей вот так выжить вас и бросить? Перед тем, как пожениться, мы уговорились. Если один из нас захочет вернуть себе свободу, другой чинить препятствий не станет. Но это же делалось для вас? Ведь вы же на двадцать семь лет моложе ее. Ну, это условие оказалось для нее очень выгодным. Горько сказал Гилберт. Миссис Тауэр увещевала его, спорила, доказывала, но Гилберт твердил одно, никакие правила и обычаи к Джейн не применимы, и он должен в точности исполнить ее желание. От миссис Тауэр он ушел совсем убитый. Она изрядно отвела душу, в подробностях пересказав мне весь этот разговор. Ей приятно было, что я поражен не меньше, чем она сама, а если я не так возмущаюсь поступком Джейн, что ж видно такова преступная безнравственность, присущая всем мужчинам. Она все еще пребывала в крайнем волнении, когда дворецкий отворил дверь и появилась Джейн собственной персоной. Платье на ней было черное с белым, как оно, конечно, подобало ее несколько двусмысленному положению, но такого невообразимо оригинального фасона и шляпа такая неслыханная, что я только ахнул. Однако держалась она, как всегда добродушно и спокойно. Она подошла к миссис Тауэр и хотела ее поцеловать, но та с ледяным достоинством отстранилась. Здесь был Гилберт, сказала она. Да, я знаю. Я посоветовала ему тебя навестить. Я сегодня уезжаю в Париж и хочу, чтобы ты была с ним поласковее, пока я в отъезде. Боюсь, на первых порах ему будет довольно одиноко, и я была бы спокойнее, если бы могла рассчитывать, что ты за ним приглядишь. Гилберт сейчас меня ошеломил. Я просто не могу этому поверить. Он говорит, ты собираешься с ним развестись, чтобы выйти за Реджинальда Фробишера. А разве ты не помнишь, перед тем, как я вышла за Гилберта, ты сама советовала мне найти мужа моих лет, адмиралу 53. Но Джейн, ты же всем обязана Гилберту. Без него ты пропадешь. Он не станет придумывать для тебя наряды, и ты обратишься мне, что? А он обещал и дальше придумывать мне наряды. Добродушно отвечала Джейн. Ни одна женщина не желала бы лучшего мужа. Он всегда был по отношению к тебе сама доброта. Да, я знаю, он был очень милый. Как ты можешь быть такой бессердечной? Но я ведь никогда не была влюблена в Гилберта. Я ему прямо об этом говорила. А теперь я чувствую, мне нужен рядом человек моего возраста. Пожалуй, я достаточно времени пробыла женой Гилберта. С молодежью не о чем разговаривать. Она чуть помолчала, одарила нас обоих прелестной улыбкой. Конечно, я не потеряю Гилберта из виду. Я это обсудила с адмиралом. Племянница Реджинальда будет очень подходящей парой Гилберту. Как только мы поженимся, мы пригласим их погостить у нас на Мальте. Вы ведь знаете, адмирал должен принять командование флотом в Средиземном море. Я ничуть не удивлюсь, если они влюбятся друг в дружку. Миссис Тауэр презрительно фыркнула. А с адмиралом ты тоже условилась, что если кто-нибудь ответила Джейн. Но адмирал говорит, у него глаз наметанный, алмаз со стекляшкой. Он не спутает и ни на ком больше жениться не захочет. А если кто захочет жениться на мне, так у него на флагманском корабле восемь двенадцати дюймовых пушек, и он будет вести спор с близкого расстояния. Тут она так взглянула на меня через монокль, что даже страх перед гневом миссис Тауэр не помешал мне рассмеяться. По-моему, адмирал очень вспыльчив. Миссис Тауэр, разумеется, метнула в меня сердитый взгляд из-под сдвинутых бровей. Я никогда не считала тебя остроумной, Джейн. Понять не могу, почему людей смешит все, что ты не скажешь. Я и сама не считаю себя остроумной Мэриэм. И я рада делили наше с тобой мнение. Хотел бы я, чтобы вы открыли мне секрет вашего потрясающего успеха. Знаете, когда я вышла за Гилберта и стала жить в Лондоне, и все начали смеяться, что бы я не сказала, я удивилась больше всех. Тридцать лет подряд я разговаривала в точности так же, и никто в этом не видел ничего смешного. И я подумала, наверное, всех потешают мои платья или моя стрижка или монокль. А потом оказалось, все это потому, что я говорю правду. Люди совсем не привыкли слышать правду, вот им и кажется, что это юмор. Не сегодня-завтра кто-нибудь еще откроет, в чем тут секрет. А когда все станут говорить правду, это, конечно, уже не будет забавно. А почему мне одной твои разговоры не кажутся забавными? Спросила миссис Тауэр. Джейн ответила не сразу, словно и сама подыскивала верное объяснение. «Пожалуй, ты просто не умеешь разобрать, что правда, а что нет, Мэриан, дорогая», сказала она с обычным кротким благодушием. И тем самым, конечно, последнее слово осталось за ней. Последнее слово всегда останется за Джейн, понял я. Она воистину неподражаема. «Мэриан» 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 Шор будет Продолжение следует... «Мэриан» 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 Субтитры создавал DimaTorzok